Слушай, ну на вид она еще ничего, не такая уж и зеленая. Что, пошли попробуем, правда ли? Закипает. Температура воды в Волге этим аномально жарким летом поднялась до 28 градусов, и это в конце августа. Тем самым, побив рекорд 2010 года, тогда она поднималась до 26 с небольшим. Для сравнения, на экране представлена карта температурного режима вод Черного моря по курортам. Наибольшего значения море достигает на Абхазском побережье – 27 градусов. Выходит, что средняя Волга в этом году оставила позади популярные курорты. Впрочем, не все самарцы это оценили. Некоторые считают, что водичка по-прежнему прохладная. Я ножками попробовала, хорошая. Мне показалось холодная, потому что ветер холодный дует. Прекрасная вода. Часто бываете на Волге? Ну, все время, каждый день. Пока была жара вся, вода такая же теплая. Просто было заходить контрастнее, за разницу в температурах. Сейчас очень комфортно. Слушай, ну вода правда, парное молоко. Пошли купаться. Почему? Ну, как знаешь. А я, как истинная волжанка, такой возможности, ну, точно не упущу. Из-за жаркой погоды и теплой воды в Волге активно начали расти водоросли. Те самые, из-за которых гибла рыба. Поэтому у многих возник вопрос, безопасно ли плескаться сейчас в реке. Длительные по времени и очень жаркие дни, ну реально аномальное лето, здесь все все понимают, привели к бурному росту сине-зеленых водорослей, которые в одно время суток дают кислород, а в другое время суток его поглощают. И поглощают его очень много. Для малька, который всегда обитает на мелководье, у него это катастрофа. Малек умирает. Для человека здесь никакого вреда мы не видим. И эксперты наши, как бы, тоже однозначно говорят. Но есть сопутствующий фактор. К таким можно отнести, например, аллергию. В целом же, со слов экспертов, опасаться нечего, поэтому продолжаем ловить последние летние деньки. Ну что, водичка просто супер. Все целые 28 градусов. Да и 8, как предварительно прогнозом, в Самаре ожидается теплая, настоящая бахта на стену. Это значит, что самое время закупаться новыми купальниками. Они будут весьма кстати. Мария Ильина, Константин Головин, Андрей Антиков. События.